Итак, в моей коллекции новый корабль. Это тяжелый итальянский крейсер Zara, один из самых красивых кораблей времен Второй мировой войны. Ну, в общем, достаточно бездарно погиб, как и весь итальянский флот. Вот здесь мы его видим на картине итальянского художника, здесь мы видим его на фотографии, а здесь мы можем наблюдать, как его видели наши предки, а вот таким образом будем его видеть мы. Зара главной корабль из серии четырех кораблей Фиумы, Гориция, Поло и Зара по названиям городов территории, которой когда-то владела Италия. Вот, пожалуйста, эти корабли, кстати, трое из них, кроме Гориции, погибли в одном и том же бою. Вот наша Zara наверху. Итак, перед нами первая и интересная особенность. Трампетер предполагает, что вот здесь будут якорные цепи, но якорных цепей мы не находим. Хотя... Хотя... Нет. Вот здесь вот нарисовано, что якорной цепи не будет. Вот представьте себе, я с таким первый раз встретился. Красить корабль я вот так не хочу. Мне не нравится вот именно эта часть, потому что, скажу честно, она мало у кого красиво получается. Это особенность покраски именно итальянских кораблей, поэтому давайте посмотрим, каким образом можно это сделать. Вот таким вот образом, как слева. Почему бы и нет. А в середине, ну что ж, в середине пусть будет темный цвет. Вот этот цвет, цвет палубы, TEN. Наверное, его лучше использовать. Что касается днища, зеленое здесь выглядит, с моей точки зрения не очень красиво. Давайте посмотрим на другой корабль, который я сделал несколько лет назад. Это итальянский линкор Рома. Вот как он красиво получился в светло-сером цвете. Здесь я использовал темно-серый цвет и достаточно темный цвет для днища. Да, лучше всего именно так его и покрасить. Вот краска TEN, которая понадобится для палубы и светло-серый цвет. Тридцать пятый номер. Можно посмотреть, что здесь есть и довольно яркий красный металлик, рассет называется. Темно-серый цвет, как я и говорил, для палубы. вот весь набор краски. Первое, с чего я обычно начинаю работать, я делаю подставку под корабль. Вот подставка, делаю, а потом крашу. Сейчас мы распаковываем детали корабля литники. Надо посмотреть, все ли здесь на месте, все ли в порядке, все хорошо. Вот интересный момент. Мне нравится то, что самые тонкие детали Trompeter запаковывает в подобного характера пенопластовую упаковку. То есть здесь ничего не может быть повреждено. Все очень аккуратно. Большое спасибо Trompeter. Все на месте, все красиво, все тонко. Вообще, очень детализированный корабль, что не может не радовать у Trompeter. Это не очень часто встречается. Посмотрите, пожалуйста, его ПВО, его спасательные плоты. А вот тут, тут у нас детали фототравления. Деталей фототравления тоже достаточно много. Хотя, если бы это был Хобби Босс, то их было бы здесь, наверное, в четыре раза больше. Вот, можно взглянуть на них. Детализация у корабля великолепна. Итак, все распаковано. И теперь можно переходить к окраске. С корпусом повезло. Корпус уже литой и довольно большое количество деталей фототравления. И вот, пожалуйста, как всегда, прозрачный пластик самолета. Вот. И так начинается работа. Вот первая рамка литник. А теперь я займусь одним очень важным делом. Показываю, что это такое. Эти штуки, они здорово мешают нам. Сначала мы от них избавляемся. Они нужны для того, чтобы литье было более качественным. Но сейчас они нам совершенно ни к чему. И я делаю не только это, но кое-что еще очень важное. Все эти детали, они имеют по нескольку точек крепления. Для покраски спреем гораздо выгоднее, удобнее, красивее будет, если мы оставим только одну. Вот только как здесь точку крепления. Вот получается, что здесь по одной точке крепления. Раз и два. Надо это отрезать. Вот раз и два. А вот здесь целых три точки крепления, двух из которых мы сейчас должны избавиться. А лодки? Лодки я вообще собираюсь вырезать отсюда, потому что я их буду красить в оригинальный цвет, не схожий с цветом корпуса корабля. Вот, пожалуйста. Подставка. Как и почти все подставки тромпетера. Довольно простая, не очень удобная и черная. Вот корпус корабля, его днище. Все видят отстатки заусенца. Этот некрасивый белый момент. Надо от него избавиться. Сначала это будет жесткая шкурка, затем это будет мягкая наждачная бумага. Одновременно с этим можно несколько затереть шов. Как я уже говорил, я обычно начинаю работать с... Да, вот сюда нужно это приклеить. Начинаю работать с днища корабля. Это винты, это перо руля, вот там валы справа, а это гидроактивные направляющие. Я не знаю, что это такое, а в специализированной литературе я этого не видел. Как всегда, я это выкладываю на чертеж для того, чтобы посмотреть, все ли на месте, для того, чтобы ничего не пропало. А вот на валах возле винтов мы видим некрасивые белые остатки заусенцев. От них нужно избавиться. А затем приклеить это все, установить. А винты нужно будет покрасить. Я выбираю для них светлый металлик. Вот, все уже установлено. Винты еще не приклеены. Они будут еще краситься. Установлены направляющие. А сейчас мы будем красить винты. Вот таким вот образом нужно будет нанести несколько слоев яркой металлической краски. Винты в основном красятся в золотой цвет, но именно итальянские корабли, которых теперь у меня два, будут вот с такими красивыми винтами. Серебряными. Вот. После третьего раза немножечко полежит, вдохнет крейсер Zara. Здесь есть одна небольшая проблема. Вот красивый рисунок, глянцевый. На нем указана черная ватерлиния. Но вот проблема. Посмотрите, пожалуйста. В отличие от других кораблей, здесь не указано, где должна быть эта ватерлиния. Никаких следов. Придется выдумывать это самому. Можно сказать, что вот это вот, конечно, минус. Это неудобно. Вот примерно здесь я ее собираюсь сделать. А поможет мне в этом одна штука. Я недавно купил ее. Вот она. Это трехмиллиметровая лента. Которую я сейчас наклеиваю в то место, которое показал на рисунке. Вот примерно здесь. Вот я это и сделал. Теперь лента защищает то место, где будет черная ватерлиния. Она, в общем, идеально выглядит. Можно было ее оставить, но нет. Это все-таки лента, а не краска. Теперь самое время положить широкую ленту, для того, чтобы она защищала борта корабля. Они будут покрашены в светло-серый цвет. А днище вместе с деталями наклеенными здесь будет красивым и ярко-красным. Вот здесь уже отделены и паровые катера. Вот они, пожалуйста. И шлюпки. Крупные вельботы. Маленькие спасательные плоты. Вот здесь будет некоторая проблема. Хорошо видно сейчас, что есть палубная доска, а есть металлические листы. У них должна быть четкая граница двух цветов. Желтого и темно-серого. Вот тут я уже воспользовался краской. Я положил 4 слоя этого яркого красного металлика. В общем, на мой взгляд, неплохо получилось. Сейчас я покажу, что я буду делать с прочими деталями. В первую очередь вот этими. Я их зафиксировал на двухсторонний скотч и покрасил темно-серым цветом. Вот такого вот характера. А светло-серым, светло-светло-серым я буду красить борта и основные детали. Сейчас я покажу, каким образом это делается. Вот эти лодки. То есть их днище. Я их фиксирую на небольшом куске двустороннего скотча. Я собираюсь их красить темно-серым цветом, таким же, как покрашена палуба. Вот они ждут. Начнем покраску. Сильный ветер мешает. Красить приходится на улице. Я снял широкую желтую ленту. И теперь можно видеть вот этот борт. Это не о грехе. Ни в коем случае борт просто еще не прокрашен. Сюда ляжет светло-серая краска. А в середине хорошо видна лента, которая защищает будущую ватерлинию. Вот я показываю, как я накладываю первую часть. Светлую. Сначала всегда нужно светлую краску класть. Темная на светлую ложится гораздо лучше, чем наоборот. Вот этот тен, 44-й. А вот это темная краска, которая должна быть вот тут. А вот я показываю, что уже сделал это. Залепил часть пленкой, лентой. И положил два слоя темно-серой краски. Здесь я сейчас залепляю нищий корабля для того, чтобы красить борта. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот. Тут по борту пойдет светло-серая краска. Здесь прекрасно легла темно-серая краска. Но вот этот вот огрех нас особо не волнует. Я покажу его. Вот здесь тут будет стоять надстройка. Ничего страшного в том, что здесь получилось криво. А вот здесь барбет. Он будет выкрашен в светло-серый цвет. Точно так же, как и борта этой надстройки. Вот так это должно выглядеть, когда это будет приклеено. Светло-серая краска. Я положил два. Наверное, я положу еще один слой. Краска ложится не лучшим образом. Она создает подтеки. Пока корабль сохнет, я покажу детали фототравления. Сейчас я их тоже покрашу в светло-серый. Конечно, лучше бы их было положить на картонку. Но я несколько поленился. Лучше так не делать. Они просто прилипают. Вот детали, уже покрашенные в светло-серый цвет. Вот здесь зафиксированы некоторые части. А я собираюсь показать следующее. Здесь и здесь наклеены полоски ленты. А вот в середине ту самую ленту, о которой я говорил с самого начала, трехмиллиметровую, я сейчас собираюсь снимать вручную, для того, чтобы формировать ватерлинию на корпусе корабля. Снимаю. Легко снимается. Прекрасная совершенно лента. Черный цвет. Вот таким вот образом мы формируем ватерлинию. Надо делать это аккуратно, как можно дальше, сантиметров 30, чтобы потеков не было. А сейчас на улице ветер, поэтому мне приходится несколько ближе красить. Краска высохла. Я собираюсь очень-очень аккуратно, чтобы ничего не поломать здесь. Ах, уже сломал. Да, все-таки нужно быть очень аккуратным, чтобы ничего еще не поломать. Здесь снять несколько слоев этой ленты. Нужно использовать исключительно моделлерную ленту. Ни в коем случае не использовать малярного скотча. Он очень здорово портит акриловые краски, которыми мы обычно красим корпуса кораблей. Тяжело снимается. Я не хочу повредить ничего случайно ногтями. Итак, вот что у нас получилось. Посмотрим. Посмотрим. Мы видим... Да, мы видим огрехи. Мы видим то, что под скотч кое-что затекло. Ну, от этого будет нетрудно избавиться. А вот это, что такое белое, ну-ка проверим. Ну, это ничего. Это легко снимается. Да, но это, это на самом деле, это нормальная совершенно ситуация, рабочая ситуация. Так бывает всегда, всегда немножечко подтекает под ленту. А вот здесь, здесь я покажу проблему. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Да, действительно серьезная проблема. Решать ее нужно вручную. Она решается с помощью кисти. У меня есть соответствующие краски в маленьких банках. Остальная часть корпуса выполнена вполне удовлетворительно. И больших проблем я здесь не вижу. На первой странице мануала от нас требуется установка палубы и сборка противоминного калибра. На второй странице нужно наклеить все эти части на дно и собрать трубы. С днищем корабля мы уже закончили. Прежде чем начать сборку, я хочу закончить с покраской. Здесь видно, что на катера, ялы, боты и прочие лодки я уже в несколько слоев положил белый цвет. А вот здесь нужно положить темно-коричневый цвет, чтобы он был похож на мореное дерево. Здесь я хочу показать те части, которые будут покрашены в светло-серый цвет. В отличие от темно-серого, который мы использовали для палубы. Детализация палубы небольшая. Сделать это будет несложно. Вот этот темно-коричневый цвет, который я выбрал для лодок. Вот я его уже положил. Ну, получилось фактурно, даже грубо. В общем, очень неплохо передает атмосферу и внешний вид этих лодок. Я их уже собрал, я их уже склеил. В общем, мне кажется, что лодки здесь получились очень неплохо. Тонкие белые линии и достаточно грубые мазки коричневой краски. Сейчас я буду устанавливать винты, которые были покрашены не так давно. Винты будут установлены аккуратно. Вот таким вот образом. По-моему, довольно красиво получилось. Далее. Я уже покрасил по бокам, по бортам надстройки, барбеты. Вот эти детали на палубах. Вот теперь хорошо видно, что это совершенно разные цвета. Перед тем, как заниматься палубой, я хочу закончить с краской. Здесь я выкрашиваю стволы орудий в цвет Metal Gun. Металлический оружейный. Здесь я выкрашиваю малый калибр. Теперь черный цвет. Что нужно покрасить черным цветом? Обычно это части трубы. Те, которые сверху. Вот они. И вот. Вот эти сетки. Плюс, плюс якорь. Вот его нижняя, а вот его верхняя части. Теперь мне нужен белый цвет. Белым цветом нужно прокрасить вот эти вот парусиновые, брезентовые части, которые защищают механизмы орудий от грязи, от волны. Вот то, о чем я говорил. Очень красивый, хорошо детализированный корабль. С такой некрасивой цепью. Вот это нас не устраивает. Поэтому я взял цепочку от одного из японских крейсеров. Далее. Я готов к тому, чтобы собрать 6 орудий противоминного калибра 100 миллиметров. И вот эти вот небольшие двуствольные пулеметы системы Бреда 20-х годов. Это ПВО. Итак. Я начинаю работать с палубой. Я устанавливаю сначала заднюю часть. Она встает очень неплохо, почти идеально. Затем сверху я устанавливаю верхнюю, переднюю часть. Ну, можно сказать, что тромпетер нас радует. Здесь действительно устанавливается все почти идеально. Вот мы видим, собрана труба. Собрана она несколько некрасиво. Тут щели, необходимость докрасить ее. Это потому, что приходится работать двумя видами клея. Это клей Revell. Клей очень удобный. И суперклей, который любит клеиться к рукам. Это наш противоминный калибр и ПВО. Они готовы к установке. Вот здесь мы видим 9-й лист. Я всегда раскладываю мелкие детали на чертеже, для того, чтобы видеть, понимать, где из них какие. Может быть, какие-то пропущенные детали найдутся. В любом случае, это самая удобная технология. Затем собираются вот подобного характера сложные детали. Какие-то из них красиво получаются. Вот как это или вот это. Снова перед нами наши пушки. А какие-то получаются не очень. Здесь получилось кривовато. Будем считать, что она пострадала из-за взрывов вражеских фугасов. Вот тут, с моей точки зрения, получилось красиво, почти идеально. Я установил пушки и соответствующие детали на надстройке. И мы переходим к следующему листу. Это лист номер 10. Здесь я снова выкладываю детали. Видно, что здесь много деталей фототравления. Из этого нужно будет делать леерное заграждение. А вот 11-й лист. Кое-что уже сделано. Где-то получилось хорошо, где-то получилось несколько кривовато. Перед нами самая большая надстройка нашего крейсера. Здесь уже готовы к установке паровые катера, баркасы и прочие детали. Такие, как вот эти вот поддержки для мачты. Вот, собственно, скоро мы перейдем к установке основных частей. Я буду устанавливать эти якоря. И не только якоря. Я говорил о цепи. Вот сюда я ее установлю. Вот таким вот образом она уже установлена, приклеена. Что-то нужно подкрасить. И при ближайшем рассмотрении видно, что я не смог воспользоваться всего одной цепочкой. Пришлось брать две разные. Хорошо, что я делаю много кораблей. И они у меня остаются. 11-я и 12-я страницы. Плюс 14-я. А здесь уже кое-что сделано. Установлены катушки. Вот это вот... Кто-нибудь подскажите мне, что это такое? Я до сих пор не знаю. Краны, балки. Я сделал вторую трубу. Она будет установлена. Здесь я хочу показать большое количество деталей фотоотравления, а именно лейеров. Где-то они встают очень неплохо. А где-то они будут вставать кривовато. Но вы этого не бойтесь. Вы после того, как их приклеите, можете их спокойно выгнуть и выпрямить. Именно так, как будет правильно, как будет лучше. Они неплохо держатся на моментальном клее. Вот здесь я их буду выправлять. Вот наш корабль. А вот следующие страницы. 15-я и 16-я. Сюда я буду выкладывать эти мелкие детали. Работа длинная, работа муторная. Работа для моделлеров, которые занимаются крупными кораблями. Вот я их уже разложил. И могу кое-что показать. Раз и два. Я забыл сюда. И вот сюда. Положить две катушки. Вот для чего нужна эта технология. Мы скоро увидим, как будут устанавливаться детали на палубу. Я начну с противоминного калибра. Четыре орудийные системы я установлю сейчас. Вот таким вот образом. Вот они уже стоят. А теперь я установлю рядом два помповых насоса. Вот здесь. Где по две точки. Я их приклею. Я продолжаю работать с установкой деталей на палубу. Вот кнехты. Они входят тяжело. Штифты здесь несколько шире, чем отверстия. Это проблема у трампетра достаточно часто выходит. Вот рамки. Пустые рамки идут в ведро помойное. Здесь 18 страница. Большое количество работы с мачтами. Здесь уже достаточно много деталей установлено. Можно посмотреть. И то, что я обычно устанавливаю в самом конце. Но здесь я сделал все правильно. Это был флагшток. Здесь я повесил мачту кверх ногами. Потому что некоторые детали нужно было устанавливать очень и очень аккуратно. Просто по-другому они не ставились. А теперь она сохнет. Первая прикидка того, как здесь должны стоять эти детали. Надстройки. Пока я их еще не приклеиваю. Просто примеряю. Вот этот корабль в видеоигре. Мы его видим. Вот. Смотрим на него здесь. А вот этот корабль в процессе сборки. Детали мачты. Мачта очень детализирована. Неплохо получилось приклеить этот большой кран. В общем, я доволен этой работой. Я доволен собой. А вот это вот будет довольно сложная деталь. Этот мостик. Сначала его нужно правильным образом согнуть. Затем его нужно будет вот так приклеить. Это тяжелая работа. Ну, в общем, можно сказать, что она у меня получилась. Может быть, не на самую высокую оценку. Вы можете видеть, чуть кривовато. Где-то нужно подкрасить. Вот. А теперь мы подходим к основной части работы с моделью. Я сейчас собираюсь устанавливать до этого примеренные детали, то есть надстройки и средства спасения для экипажа шлюпки, баркаса, вильботы, паровые катера. Устанавливаются надстройки очень хорошо. Качество высокое. Щелей нет. Устанавливается сразу на свои места. Меня это очень устраивает. Вот вторая настройка. Нужно прижать. Даже несколько силы применить. Далее. Я устанавливаю большие катера или баркасы. По двум сторонам. Здесь я установлю шлюпки. Те же самые катера, паровые катера, только побольше. И я столкнулся с проблемой. Вот эта проблема сейчас пытается решаться. Они не дают друг другу встать на свои места. То есть они мешают друг другу. Нужно с определенным усилием их туда вдавливать. В их гнезда. Теперь, когда эта проблема решена, я внутрь устанавливаю еще два. Небольших. Катера. Они встают практически идеально. Все в полном порядке. Сейчас мы увидим, как они стоят вместе. Вот таким образом это происходит. А теперь у нас 22-я и 23-я страницы. Здесь будет две работы. Одна, которую моделлеры любят. Это сборка башен главного калибра. Я не знаю моделлеров, которым бы не нравилось этим заниматься. Зато я знаю массу людей, которым не нравится приклеивать леерные заграждения. Их сгибать таким вот образом. Но это очень детализированная модель. Вот шлюк-балки, которые по-разному установлены на борту корабля. Здесь еще одна. Нужно положить его на бок, чтобы они хорошо приклеились. Вот тот флагшток, о котором я говорил. Я не люблю устанавливать его в середине работы, потому что часто ломается. Леерное заграждение установлено с одного борта. Мне не нравится, как реализована здесь висящая шлюпка. Могли бы предусмотреть какие-то талии или тросы. Все-таки очень высокая детализация корабля. А здесь она висит и выглядит глупо. Установлены трапы. Неплохо стоит леерное заграждение. Здесь мне удалось достаточно аккуратно согнуть его в полукруге. В общем, оно встало очень неплохо. А вот здесь нужно его несколько соединить. Здесь, можно сказать, плохо. Объединены две детали леерного заграждения. А вот впереди, его тоже стоит немного распрямить. Что интересно, впереди находятся рельсы паровой катапульта самолета. Зары. И это заграждение, оно не мешает самолету взлетать? Очень высокая детализация у мачты. Очень красивые длинные лестницы. И вот лампа, которую не очень хорошо видно. Она на очень ажурных подпорках. Вот здесь видно получше эту лампу. В общем, красиво получилось. Итак, леерное заграждение выставлено. А теперь время заняться орудиями главного калибра. Зара ждет установки трупов. И вот этих вот башен. 203 мм, скорострельные, 503 калибра длиной. Орудия фирмы Ансельма почему-то не нравились итальянским морякам. Итак, возвращаемся к нашему кораблю. И для начала в ускоренном темпе я показываю, как устанавливается труба. Первая, передняя труба устанавливается тяжело. Несколько не подходит к своему гнезду. И приходится ее устанавливать с усилий. А вот вторая труба прекрасно встала и сразу. Далее я устанавливаю главную надстройку. Она встает неплохо. Тем не менее, в наличии несколько щелей. Нужно аккуратно и точечно прижать. Сзади небольшая надстройка. И вот, она сломалась. Но это не беда. Проблема решается с помощью клея. Вот, все в порядке. Далее мачта, о которой я говорил недавно. Нужно ее установить. У нее три точки установки. Чтобы все три штифта вошли в отверстия. Входят плохо, как я уже говорил. У этой модели отверстия почему-то чуть меньше, чем штифты. Но, с другой стороны, в общем-то, неплохо получается с орудийными башнями. Они встают так, что даже не нужен клей. Зара готова. Очень красивый корабль. Корабль с высокой детализацией. Я пытаюсь навестись на итальянский флаг. Этот корабль можно назвать одной из жемчужин моей коллекции. Вот, посмотрим на него сверху, на его палубу. Корабль просто прекрасен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова